кто ты по дизайну генератор 70 процентов я не представляю просто я не представляю кстати насчет работы друзья всем огромный огромный привет приветствую вас на канале никита крылова вот я вас приветствую с солнечного полуострова у меня вообще блог о путешествиях на сегодня путешествие у меня срывается поскольку в общем сейчас я вам все объясню но перед тем как начнем все объяснять расскажу чем сегодня будем заниматься попрошу вас подписаться если вы еще не подписаны спасибо огромное а если вы еще и оставите комментарий то будет вообще здорово я уже честно говоря ну с говорю потому что я не знаю как уже с этим бороться пришел сейчас у нас 12 часов дня и у меня по сути рабочий день только начинается планы были совсем другие но видите ли человек который должен все это разобрать вообще можно за день это сделать реально ну два дня максимум он сегодня решил что ему нужно все-таки выпить я прихожу значит прихожу где-то не набрали там часов 10 утра я прихожу я думал с 8 9 уже работа тут кипит по полной в общем человек не смог открутить ну там диск у него заживала короче болгарку не смог открутить я ему все сделал приезжаю отдаю болгарку поскольку я открутили взрыв дрободан пьяный я думаю ну извини явно ты не будешь у меня работать такой пьяный в общем решил что пока у меня есть время конечно же я сам займусь этим всем задача очень простая вообще нужно снести весь забор но для начала даю себе задачу так на первые пару часов вот это хотя бы брать мы посмотрим что получится то получится как говорится это у нас территория перед столовой точно с такой неприглядный вид потому что ну потому что друзья зима сосеночная от уборку и буду вообще все разворотили еще будет хуже но самое главное к майским праздникам успеть чтобы люди которые будут проезжать они могли наслаждаться уже красотой скажем так пришла симона как видите главная симона симона вот сейчас начну болгаркой работать точно она будет бегать симон ну хоть поздоровайся чё ты как это самое ясно все пора работать 25 минут работы и у меня уже срезана вся середина вы представьте мне вот осталось раз-два ну да не сколько же не резок сделать мы посмотрим может оставлю даже трубу на это просто чем человек занимался неделю я не представляю просто я не представляю кстати насчет работы я же говорил да что мы от поваров ищем и мне некоторые комментарии оставляли что мол кто не знает вот у нас здесь столовая и на летний сезон естественно нам нужны повара вот комментарии оставляли говорят а почему вы не хотите предоставить жилье и иногородних чтобы они приехали поработали у нас и работают в основе иногородние местных в этом году будет по ходу дела одна только женщина и все то есть мы предоставляем жилье мы предоставляем питание мы предоставляем жилье то есть там и стиральная машина у нас есть душ то есть бойлером это знаете что бываешь летний душ то есть нагрелся на солнце нет то есть круглосуточный нормальный душ вот как то так ну понятно что это не люкс условия но нормальный то есть у нас обычно живут по два человека в комнате вообще не проблема поэтому стараемся предоставляем условия но посмотрим как будет так будет когда вот и все час 30 размеренной работы или сегодня ездила на мероприятие очень важная дизайн человека из начала видите кто ты по дизайну генератор до генератор до 70 процентов людей ну вот а какие вообще бывают а генератор манифестор да вроде рефлектор и мне что-то наем как будто манифестор да есть такой не да есть и он типа задает а вот куда у тебя даже картинка была человек а генератор от всех они общительные очень энергию было такое fashion встреча у юли в кофейне у нас с подругой возникла идея она возьмет мужа и тебя возьмем просто интересно нам сказали что мы подруга друг друга дополняем некоторых сферах и вообще вот такие облин прикольно было парнем поехать ну да подходила что-то нет это было в такой крутой модной кофейне на самом деле слово крутое не люблю хороший завтрак любой на выбор там список завтраков и напиток любой на выбор какой-то хочется и полторы пищи да ну так как нормально у нас только завтрак вышел на рублей на 800 даже еще взяла капучино на кокосовом можно есть что хочешь видите это юля представьте проснулась сегодня вообще у нее день важный правильно впервые симферополь самостоятельно ездила я знаю да да юля впервые ехала без меня в симферополь и я знаю что если ты едешь с учителем это очень сложно поэтому папа в один момент поступил вообще очень умно он пересел на заднее сиденье и все и я прям отлично себя чувствовал и ему кайфа он он вообще впереди со мной теперь никогда не ездит вот эти дизайн человека получила его город копать а то на юлию иногда там пишут всякие гадости да мы огород очень очень ну да я тоже не люблю огород просто еще дело в том что мы сколько считали вот будем честны если не считать вкусовых качеств да если не считать того что это свое родное натуральное то дешевле покупать на рынке вот это однозначно даже гадалки не ходи но если есть время то вообще мне кажется огород это очень круто потому что действительно это свои овощи они без всяких без всякой гадости они очень вкусные бабушке 84 год да бабушка он вообще молодец вот это мы сейчас траву просто убираем потом она снова травой зарастет надеюсь не надо садить не будет до сказали бабушка не надо сажать потому что вот это ну и бабушка не хочет слава богу да я как вы понимаете я такой чисто это самое по съемочке да я вообще ничего не делаю чтобы вы понимали в жизни такой лентяй бабушка манифестора наш сказала огород убирать надо надо посмотреть дизайн человек онлайн же можно до проходить это же надо тесты до пройти до этого рождения там город такой всякой водишь себе выдаст свое просто мы она нам чуть разобрала на малую часть разобрала там же двух сторон короче там по каналам там все по цифрам фазам луны и такое типа там она говорит если хочет прям глубоко разобрать полностью тебя то там часа два говорит зумы проводят чтобы потом запись была сразу не запомнишь потому что нам так объяснили по картинке там все эти как грубо говоря чакры и только информации ты просто такой запомнил то что на тебя похоже запомнил то что тебе надо проработать а то вы не не таскайте я сейчас утащу я сейчас допишу видео бабушка не таскать я утащу не таскать оно тяжелое не надо это самое будем потом обязательно видео снимать за сколько это трава вырастет я бы ее покосил просто но она это самое все равно бы она была у нас уже видите на деревьях листочки по полной распускается вон инжир да маленький инжир сейчас вам покажу сейчас покажу смотрите вот он уже какие плоды так вот пальмы кстати что растут что растет на огороде в крыму вот пальма например небольшая высадили вот это гибискус на грея не знаю просто больше ничего вот пальма до инжир вот это гранат я прям вижу вот он тоже вырастет это тоже я честно говоря наверное не занимаемся вообще огородом и такая маленькая его часть так за домом есть еще больше а вот это я даже не знаю что за кусты просто декоративные вот виноград посмотрите мама тоже юлина посадила она вот приживается так уже пошел я единственное что посадил а ну я помогал юлиной маме сажать тут деревья какие-то мне в этой части вот а так дикий виноград вот знаете сорняк такой вот это единственное что я посадил самостоятельно по личной инициативе но с юли клубнику сажали да это не считается а могли бы мы сегодня гулять где-нибудь я думал на самом деле думаю проснулась все хорошо у нас там все работают все отлично думал поехать вообще на самом деле сторону канадской балки там поснимать потому что это вообще прям я думаю среди подписчиков есть как канадскую балку знает место прям шикарное это знаете если кому нужен спокойный спокойный отдых то там вот вы знаете вот какой бы не был сезон вот действительно какой бы он не был канадской балки всегда тишь и благодать интересно что там сейчас я принципе давно не был интересно что после шторма но думаю скорее всего там не зацепило особо потому что расположение такое по отношению к шторму который был но да да сейчас пойду сейчас возьму не я сейчас возьму я помогу все мелко и тяжело да да мне кажется там бабушка просто как комбайн работает да если вот честно если бабушка не занималась мы вообще бы сюда не полезли дичка какая-то надо прививать наверно может привели уже даже а так вообще такая отличная погода у нас на самом деле не холодно не жарко я работал болгарка пилил получается в кофте в шапке для того чтобы искр боюсь не то что искра вот это болгарочный диск у меня в этом году уже разлетался он вот кто не знает друзья сверх опасная штука поэтому я после того как он разлетелся я стал аккуратно этим всем заниматься просто не дай бог это помогло произойти прям перед бали и на самом деле даже поездка могла отмениться вот эти вот частички диска разлетается впиваются я видел людей после этого это ужас конечно триндить хорошо пойду брать сапку ничего себе тут уже виде еще часть огорода какая уже прям вылизанная поубирали бабушка с юлей это они вчера сделали сегодня там тоже что-то юлина мама высадила уже не знаю что это за дерево наверняка у нас есть специалисты подписчиках которые точно мне ответят что это вообще такое посмотрите какую гору травушки мурашки все вообще на полуострове да ты меньше до сараева за бабушкой дома до у нас просто с юлей тут постоянно возникает такие монологи назовем это так диалоги но мы все об одном говорим насколько мы хотим поменять двор и так далее забор но не так то это просто на самом деле все делается к сожалению друзья сожалению это нужно вести долгие переговоры можно да да бабушка когда-то сдавала я вам как бы и не показывают даже комнаты потому что ну их никто не сдает стоит по сути дом ну это да что короче говоря в основном много очень таких каморок которые раньше сдавались сейчас естественно этим всем нужно заниматься ну и людям уже требуется этом другое совсем по уровню скажем так сервиса забор наконец целое договорились что в этом году мы можем до сюда наше идет наверно да мне тоже кажется почему так сделано я не знаю тоже на эту стенку дело не мы ее не было когда-нибудь а ну значит ее построили а территория значит до сюда до идет хорошо тут уже до разживать красота на самом деле тут видовой участок я уже неоднократно снимал с высоты как выглядит все красиво все инструменты относим мелочь уже не будем мне кажется собирать это все посмотрите нашли закатки какие виноградные листья кто когда-нибудь делал закатывал виноградные листья но я думаю многие догадались для чего они нужны их закатывают долма знаете такая грубо говоря голубцы в виноградных листьях вот разные формы делают разных размеров некоторые делают вообще знаете прям маленькую маленькую такую некоторые больше кому как нравится но вот нам оставили закатки юля говорит может попробовать сделать для интереса и вот тоже не знаю какая-то икра наверно а вот что-то она потемнела наверно все хана им уже проверим ох руки прям травой пахнут друзья ну вот знаете я сейчас потихоньку развиваю канал и читаю периодически в интернете разные статьи вот просто даже банально убиваешь там как развивать канал например что говорить чтобы не говорить вот и очень многие говорят о том что ну понятно ты как бы создаешь какой-то миф и иллюзию вокруг себя в принципе вот нам с юлей да не сложно было бы это сделать если мы просто выставляли видео постоянно с того как мы отдыхаем как мы где-то гуляем и так далее но я думаю что вы прекрасно понимаете что для того чтобы снимать вот это все видео на самом деле нужно трудиться поэтому если мы с юлей там поехали ботанический сад и сняли за там час да вот видео длится за вот этот промежуток времени видео то понятно что остальную часть дня мы на что-то потратили то есть что чем-то мы занимались работали в общем процесс идет что называется сегодня решил немного показать чем мы прямо занимаемся в том числе и такую простую сельскую жизнь я думаю что это не факт что это правильно с точки зрения блогера но это честно вот это самое главное чтобы не было никого иллюзии вот июля например вот съездила была ну можно сказать фэшн встречу до вырядилась на машине уехала приехала и в огород ну а что надо помогать надо делать надо стараться так и мы то на бали то с болгарочкой уже готовимся к пасхи или пилосмотрю посыпку будет пасхи или в этом году делать традиционно и даже ее тренер сказала говорит юля сделай на продажу я найду тебе клиентов просто на очень вкусные пасхи умеет делать и уникальные еще пасхи делает с шоколадом внутри то есть ты так разрезаешь мне из прошлого года видео можете пересмотреть ты разрезаешь и оттуда с пасхи прям выливается шоколад прям так жидкий он очень вкусная штука но юля пока думает стоит не стоит потому что во первом конечно же делаешь для себя с любовью посмотрим бабушка ругается мне одну ручка много не надо так я одну и положила чем ты бабушку корнишь гречкой с курицей ясно я думаю ты на мне ничего не делаешь я вот здесь смотрит как кот в окно да сижу тут в окно смотрю сидит и в окно смотрит как кот в окно ясненько уже руки уже мозоли кстати натёрла две мозоли так вот за два дня видишь угу в огороде вот завтра сейчас пиливать забор будем целый день как раз у нас грядки завтра видишь по пару дверей оказались ааа да еще вообще здорово чудесный грудь храните гордое терпенье надо использовать на занятиях со студентами начинают а я продолжала они удивлялись так ты до сих пор слушай ты до сих пор помнишь а перчатки вчера положила где ты не помнишь да это же я потеряла память вчера что ли нет переболела год тому назад год столько прошло три наверное уже прошло или четыре уже прошло четыре года назад вы болели три года назад а не два не не два точно так ты вчера то что было вчера ты не помнишь где перчатки лежат куда идти где ты сумку положила ксихотворение помните видите кто ты помнит кто ты это ведь но не помнишь один раз скажи в течении года другой через три года постепенно что восстановится как вот лекарства 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 сегодня пила скажи честно или нет все контролировать или все контролирует все щеки дочеком все помнят даже сказ о любом темке монолог учили пушкина жил старик со своей старухой самого синего моря да точно а южные ветви землянки ровно тридцать лет и три года старик ловил него дым рыбка а старуха пряжа твою пряжа раз он море закинул небо пришел небо с одной ветчиной он другой раз закинул небо пришел небо с травой морской третий раз он закинул небо пришел небо со мной рыбка непростая рыбка золотая как зналится человеческим голосом опусти ты старший меня в море дорогой дам тебе за отпуск а куплюсь чем только пожелаешь дебил старик испугался он рыбачу тридцать лет и три года но не слыхал как рыба говорила отпустил он рыбку золотую и сказал он ей ласковое слово бог с тобою золотая рыбка твоего мне оттуда не надо вступай в себе в синий море гуляй там себе на простой банк судент начинай я продолжаю утеплялись таком вот чихи все помнил так мы сами удивляемся как вы это все да не помнит она парус одинокий в тумане море голубом что ищет он в стране далекой что кинул он в свою работу это на тревогу играет полный ветер свечет и мачта гнется и скрипит увы он счастья не ищет и не от счастья бежит под ним струя на дни на дни будет солнце золотой а он мятежный просит бурить как будто бурит есть покой ну вот начинай а я продышал студенты удивлялись ты глава не забывай что вчера думали сегодня у меня все было пятерка а математика я ни качи я на 4 не знала мне просто мне кажется ставили 4 а я вот самая специальная я не знала на 4 математика ну квадрат сумму двух-трех число с прочим помню да я не помню какому что угодно сказать я не помню я не помню я не помню я же говорю удивляюсь вот спрашиваю вы золото не дали мы закончили нет говорю обычно в фашистке была правда на каждом празднике декабировала на работе слуга о мире до сих пор еще помню потому что там жарко на улице вы в руки нет или вам нормально в этом жарко на улице все все бабушка отправляем все уже точно надо ехать значит домой завтра завтра здесь да фронт работы понятен друзья я очень хотел окончить это видео на красивом красивом фоне так встать и сказать до свидания но у меня сейчас нет времени срочно нужно ехать в рыбачье обратно вот кстати да заезжая в поселок рыбачье только что поговорил повар позвонила по поводу работы посмотрим вроде как предварительно договорились надеюсь что все совпадет все получится как говорится друзья ну вот так за рулем я буду видео заканчивать у нас прошел день постарались сделали на самом деле много показал не все но постарался сейчас пока не стемнело нужно еще доделать кое-что и в принципе все вот друзья как выглядит поселок видите все готовятся все что-то варят что-то делают молодцы я надеюсь что к сезону все мы будем готовы друзья всем всего самого лучшего счастья здоровья ну а самое главное мира все друзья пока 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 неизвестно 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 что что вы вы не Продолжение следует...